МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здоровье стоит по-разному. И ходим, и ищем, где дешевле. В городских аптеках разнятся цены на лекарства. Машины не могли тронуться с места. А пешеходам трудно переходить дорогу. В Валенках вот не могу, дорогу перейти, стою. На проспекте Мира прорвало трубу, что стало причиной аварии. Шило на мыло. В другом деле пошло по кругу. Чему еще не рады те, кого переселили из аварийного жилья в новостройке? Получить положенное. Надеемся, ждем. Нижнекамская семья не может получить средства реабилитации для инвалида. Из интернет-сообщества в официальную структуру. В группе на данный момент уже 570 человек. Многодетные семьи создали организацию, чем они планируют заниматься. Они ждали этого более 10 лет. Сейчас такая возможность благодаря мудрой политике республики. В городе возведут храм для кряшенов. Болельщики остались довольны, как реактор провел матч с командой из Оренбурга. Вы смотрите новости на телеканале НТР в студии. Александр Комаров. Здравствуйте. Болеть, как говорится, невыгодно. Но если хворь все-таки подкосила, многие начинают искать лекарства подешевле. Нижнекамцев смущает, что в аптеках лекарства стоят по-разному. Сегодня наш корреспондент Алсу Яматова выяснила, какие аптеки самые доступные, а куда лучше не ходить. Сегодня мы решили провести эксперимент сравнить цены в четырех аптеках. Причем три из них находятся в 20 метрах друг от друга. Мы будем покупать популярные лекарства, которые назначают при простуде. Орбидол, парацетамол, називин, комитон и медицинскую маску. О том, что цены везде разные, известно давно. Так не должно быть, я так думаю. Мы живем в одной стране, поэтому стоимость должна быть примерно одинаковая. Я так думаю. Государство должно это как-то контролировать. И ходим, и ищем, где дешевле. Там и покупаем, а уж годное оно или нет, не знаем. А почему так, как думается? Да кто ее знает. От производителей, от торговцев, наверное, зависит. Видимо, закупки в разных местах производятся. Возможно, оптовые, возможно, разовые. Возможно, по заказу. Как вы считаете, это нормально? В порядке вещей нынче жил. Рыночные отношения, так скажем. Рыночные отношения действительно налицо. Во всех четырех аптеках цены абсолютно разные. Самые дорогие лекарства из нашего перечня в казанских аптеках. Набор из популярных медикаментов обошелся в 525 рублей. На 126 рублей дешевле аналогичные лекарства стоят в аптеке низких цен. В государственной цены тоже не дешевые. Здесь это объясняют тем, что все медикаменты прошли жесткий контроль. В вашей аптеке цены на порядок выше, чем в соседних. У вас государственная аптека. Все-таки с чем это связано? У нас государственная сеть. Я думаю, из-за того, что у нас тройной контроль идет, у нас подделок не бывает. Получается, что каждая аптека сама устанавливает цены. И предела нет. Контроль ведется только за жизненно важными препаратами. На них наценка может составлять почти 24%. Не более чем на 30% можно повышать цены на перевязочные материалы и молочные смеси. Все остальное на совести аптечного бизнеса. Отметим, что за прошлый год лекарства подорожали более чем на 20%. Мы с ценами сами ничего не делаем абсолютно. У нас все подгружается в компьютер. Цены подгружаются. Мы тут ничего не меняем абсолютно. Цены еще будут повышаться. Особенно на импортные препараты. Доллар нестабилен. Но не все знают, что существуют аналоги импортных лекарств. Их стоимость в разы меньше. К примеру, дротаверин стоит в 10 раз дешевле ножпы. Азитромицин в 5 раз меньше суммамеда. Полный список можно найти в сети интернет. Могут подсказать и в аптеке. Мы стараемся и импортные держать препараты, и отечественные. Естественно, российский ассортимент у нас в полном составе все есть. И парацетамол, и аспирин, и анальген, и цитрамон, и все и держим. И там уже на выбор. Если что-то есть, два препарата, тоже показываем оба препарата, какой есть. Если же вы все-таки увидели, что в аптеках завышены цены на жизненно важные препараты, нужно обращаться в Росздравнадзор по телефону горячей линии. В Казани это номер 292-54-86. Итог такой. Сегодня мы выяснили, что болеть в наше время очень накладно. И нужно помнить, при покупке лекарств нужно обойти несколько аптек. Ведь где-то дешевле. Ну и не нужно забывать про народные средства, такие как лук и чеснок. Будьте здоровы, не болейте. Сегодня на проспекте Мира пешеходы ходили по воде, а автобусы превратились в корабли. И это не съемки нового фильма жанра фантастика. Все это последствия ЧП, что стало причиной неудобств. И удалось ли устранить аварию, расскажет Вадим Струминский. Там трубу прорвало получается? Да, порыв. Инцидент случился на проспекте Мира. Первым делом мы отправились к сотрудникам аварийной службы. Как нам удалось выяснить, прорвало трубу с холодной водой. В считанные минуты она разлилась на сотни метров. Вот то самое место прорыва трубы. Отсюда сейчас бьет холодная вода. На первый взгляд, казалось бы, фонтан небольшой. Но если посмотреть, сколько трудностей он принес. Холодная вода и замерзший лед образовали здесь очень скользкую площадь. Да и просто переходить трудно, потому что в воду проваливаешься по щиколотку. Поэтому пешеходам перейти дорогу было практически невозможно. Достаточно посмотреть на эти кадры. Кто-то и вовсе не рисковал. Ляля Гайнулина терпеливо ждет, пока аварийные службы устранят ЧП. Сегодня она надела валенки. Перейти через образовавшуюся лужу просто нереально. Это же временное. Куда делаться? Я, конечно, в валенках не могу. Дорогу перейти. Ничего, потерпим. Ничего страшного. Все будет хорошо. Страдали не только пешеходы, но и автолюбители. К примеру, этот автобус больше напоминал корабль. Правда, плавание вышло недолгим. Словно «Титаник» автобус налетел на айсберг. Вернее сказать, одно колесо уперлось в налить, а второе буксовало по воде. Пришлось пассажирам брать дело в свои руки. Общими усилиями автобус удалось вытолкнуть. Спустя полчаса после прорыва специалистам аварийной службы удалось засыпать песком около 100 метров, попутно выталкивая воду с проезжей части. Все это делали для того, чтобы на дороге не образовался ледяной пласт. Еще до отъезда нашей съемочной группы с места ЧП оно практически было ликвидировано. Вадим Струминский, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Остались без самого необходимого. Уже несколько месяцев 76-летняя Зоя Крапивина, инвалид первой группы, не может получить положенные ей средства реабилитации. Они уже оборвали телефон специальной службы и обили ее пороги. Теперь семья обратилась к нам. Яна Чупахина занималась их проблемой. Два инсульта окончательно подкосили здоровье Зои Александровны. Теперь она как большой ребенок, говорит дочь, которая вот уже 8 месяцев ухаживает за мамой. Женщина с трудом что-то понимает, не передвигается. И постоянно плачет. Садись, сиди. На, на водичке пей. Не плачь, только не плачь. Как инвалиду первой группы, бабушке положены противопролежневый матрас, памперсы, инвалидная коляска. Еще в октябре семья сдала все необходимые документы. Но до сих пор ничего не получили. А значит, в начале декабря я позвонила, сказали, полностью финансирование поступило. И вы не беспокойтесь, значит, до Нового года всем, значит, что положено, всем развезут. Пообещали они там даже министру здравоохранения, по-моему, они мне сказали. Но мы все, надеемся, ждем эти памперсы. Ну, значит, в декабре пару раз звонила, сказала, не переживайте, обязательно прямо обнадежили, привезут. 30-го звоню, 31-го звоню, ждите. Ну, в общем, 31-го даже тоже не привезли. После праздников выяснилось, что кабинет, куда сдавали документы, закрыт. Предложили все выяснить по телефону, правда, дозвониться по нему Ирине так и не удалось. Скидывают, занято. А пока подгузники для взрослых Ирина покупает сама. В неделю выходит около двух тысяч. Труднее обстоят дела с инвалидной коляской. Вот с милосердием, ладно, нас выручали, там коляски дают, я ее и на улицу возила. А сейчас вот уже сколько дома лежит без коляски. И ту коляску мы сдали, и эту не привезли нам. Пытаясь разобраться в ситуации, мы выяснили, что с 1 января функцию обеспечения инвалидов протезно-ортопедическими изделиями и адсорбирующим бельем возложили на фонд социального страхования. До этого ее выполнило Министерство труда. Процедура передачи полномочий стала основной причиной задержки. По памперсам все долги управляющие поставщики и комплексный центр обещали клятвенно, что они закроют. В настоящее время идет поставка по городу для тех инвалидов, которым до Нового года не была произведена поставка. Кому же еще до сих пор не поставлены адсорбирующие белье, памперсы и пеленки, мы собираем адреса телефона и снова переправляем по электронной почте для того, чтобы поставка уже в конце концов была осуществлена. Еще одна причина возникшей проблемы, говорят специалисты, это то, что федеральные средства, выделенные на эти цели, закончились уже в июне. Руководство республики несколько раз выходило с ходатайством на дополнительные средства, но поступили они только в ноябре. В ближайшее время все долги будут закрыты, обещают в управлении соцзащиты. Яна Чупахина, Ренат Харасов, Максим Липин, Новости НТР. Радость новоселов была недолгой. С началом отопительного сезона у жителей нового дома в Шереметьевке начались серьезные проблемы. Люди, переехавшие из ветхого жилья поселка Камский, жалуются, что в новых квартирах плесень, холодно и часто выходят из строя сантехника. Айгуль Геблонская продолжит тему. Вот вся картина на виду. Как поселились, как утопление жилось по угоду. И вот в прошлый день, в другом году пошло по кругу сырость. Плесень и сырость прописались в квартире Никишиных спустя два месяца после переезда новоселов. А переехали пенсионеры в новый дом села Шереметьевка из аварийного жилья поселка Камский недавно в сентябре. Такой уют, такая красота, такая чистота. Вот только радость Галины Никишиной сменилась слезами печали. Из-за повышенной сырости бабушке с астмой очень тяжело дышать. Портит воздух еще и постоянно включенный обогреватель. Иначе никак, жалуются пенсионеры. В квартире очень холодно. Холодно, конечно. Я говорю, вот в валенках ходим. Да, конечно, милый мой, в третью дню я в валенках спать легла под двумя одеялами и в валенках одела. Согревает не только душу Галине Ивановне и ее личный доктор. Так она называет своего питомца. Он согревал меня, я сидел доняю, ты мой, 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 мой. У соседей с первого этажа тоже довольно прохладно. И с их слов они постоянно мучаются с протекающими кранами. Мыться невозможно в этой ванне. Ну как здесь вот сами чувствуете, вот вы одевшие, как здесь можно мыться раздетому человеку. Первый день, как переехали сюда, нас сразу затопила ванна. Мы утром проснулись, у нас чуть ли не до колена воды. Целый час вычерпывали. Мы вечером можем спать в свитерах, в носках. Даже шерстяные носки вот. Один день, когда я лег спать раздетый, я утром встал, без чеха и сопли вот такие. Но это не в магазе, так жить. Если говорить конкретно, то в данной квартире действительно очень холодно. Я нахожусь в шерстяных носках и ботинках, но по ногам очень сильно дует. Ну вот смотрите, зажигалкой проводим по двери и невооруженным взглядом видно, в каких-то местах зажигалка просто тухнет. Вот видите, пламя тухнет. Это так сильно дует. Практически все жильцы этого дома люди пожилые. И на прохладные квартиры жалуются многие из них. Как мы выяснили о проблемах дома, местные власти знают. Глава Шереметьевского сельского поселения сегодня обещал, что уже завтра сюда придут коммунальщики и строители дома и вычистят вытяжку. По их мнению, дело, скорее всего, в ней. Но если спустя пару дней ситуация не изменится, вопрос будут решать по-другому. В общем, жители пятого дома по улице энтузиастов очень надеются, что название улицы очень скоро будет соответствовать их настроению. Ну а мы будем следить за дальнейшей судьбой этих людей. Айва Леблонская, Евгений Алзаев, Новости НТР. Обычное общение по интересам переросло в создание официального сообщества. С начала этого года в Нижнекамске появился филиал общественной организации «Многодетные семьи». Какие они ставят перед собой цели и с какими проблемами уже пришлось столкнуться, узнала наша съемочная группа. Первоклассница Саша старательно делает уроки, в то время как старшая сестра Настя нянчит одного из близнецов пятимесячного Матвея. В другой комнате настоящий мужской клуб. Второй из близнецов, маленький Тимофейка, вместе с папой учатся смотреть мультфильмы. А четырехлетний Артем, покорив вершину шведской стенки, спускается на боксерский ринг. Пока семья занята своими делами, мама Даша торопится помыть посуду, чтобы уделить внимание своему шестому и самому младшему ребенку, Нижнекамскому филиалу общественной организации «Многодетные семьи Республики Татарстан», руководителем которого Дарья стала совсем недавно. Однако до того, как стать у руля, многодетная мама уже смогла проявить свои организаторские способности. Я сама многодетная мама, и хочется пообщаться с такими же мамами. Вконтакте создала группу многодетной семьи города Нижнекамска, Нижнекамского района. А в группе на данный момент уже 570 человек. Мы общаемся посредством связи, интересы у многодетных, какие-то проблемы, вопросы. Кто-то просит совета, кто-то делится своим советом. Получив в этом году официальный статус руководителя, Даша отправила всем участникам группы ВКонтакте сообщение с предложением перейти от виртуального общения к реальному. Встреча наша была в кафе проведена, за чашечкой чая, кофе, пообщались. Хочется, конечно, чтобы у нас было место, куда мы могли прийти. Потому что в наши организации уже вступили такие люди, как судебные приставы, тоже многодетная мама, юрист, корреспонденты. Они могут дать какие-то советы. А встречать на дому посредством интернета не совсем удобно. Вот очень мечтаем, чтобы у нас появился свой уголок, помещение, где мы могли бы встречаться. Дарья уже начала создавать единую базу многодетных семей города и района, которые войдут в число этой общественной организации. Желающих с ее слов много. Женщины понимают, что объединившись в одну большую организацию, решать проблемы гораздо легче, чем в одиночку. Наталья Лушникова, Максим Липин, Новости НТР. 1 марта заканчивается срок бесплатной приватизации жилья. Сейчас в нашем городе порядка 5000 неприватизированных квартир. Специалисты советуют горожанам не откладывать это дело в долгий ящик. Хотелось бы, чтобы поторопились. И мы принимаем, ведем прием в многофункциональном центре. Наши окошки 26-28. Ведем приемы ежедневно с 8 до 17.00, с 12 до часу обед. И рабочая у нас суббота с 9, с 8 до 12. Гидромедцентр и управление МЧС Республики предупреждает нижнекамцев об ухудшении погодных условий. Ожидает свесление ветра до 22 метров в секунду, а также мокрый снег. Местами возможен гололед. Казань уже подверглась удару стихии, поэтому службу просят водители без надобности не выезжать на трассы. Но для тех, кому все-таки предстоит дальняя дорога, на федеральных трассах развернуты пункты обогрева. Поисковики Нижнекамска в скором времени вновь отправятся в экспедиции. Но перед отъездом командиры отрядов встретились с властями города. На встречу побывала и наша съемочная группа. Здравия желаю. Приветствую. Возвращаемся, да? Да. Встреча городоначальника с руководителями поисковых отрядов началась с осмотра нового оборудования. Глубинные миноискатели, генераторы, палатки. Инвентарь для проведения экспедиции приобрели и подарили поисковым отрядам власти города совместно с промышленными предприятиями. После презентации разговор продолжился в кабинете за чашечкой чая. Большую работу мы провели. Давайте мы ее подведем итоги и поговорим о тех вопросах, которые вы считаете необходимы в решении. В Нижнекамске три поисковых отряда. Четвертый будет сформирован в этом году. География раскопок обширна. Волгоградская, Смоленская, Ленинградская области. Группы выезжают по два раза в год. За все время было поднято более 4 тысяч бойцов. Найдено около 300 медальонов. Работа трудная и кропотливая. Эдар Аисыч, огромная проблема в транспорте. На раскопке в прошлом году отряд «Поиск» выезжал на собственном транспорте. Говорят, невыгодно и неудобно. Потому попросили мэра города помочь транспортом. Также командиры отрядов предложили сшить для них единую форму – парадную и рабочую. Помимо этого, необходимо помещение для хранения инвентаря. Айдар Медшин внимательно выслушал каждую просьбу и пообещал по возможности решить проблемы. По мнению городоначальника, поисковики занимаются благим делом. Их работу необходимо поддерживать. Потенциал большой, надо работать, согласен. Все поисковые отряды в скором времени отправятся на первые в этом году раскопки. Произойдет это этой весной. География, кстати, обширна. Работать на новом оборудовании будут в Ростовской области, также в Смоленской области. Но вопросы, которые сегодня обсудили на встрече, к этому времени возможно уже решаться. Адария Сиразов, Рафаэль Ракипов, новости НТР. Радость для нижнекамских верующих. В Нижнекамске собираются построить три молельных дома для православных. Один из них должен появиться в 49-м микрорайоне, и он станет первым в городе храмом для кряшин. Расскажет Алсу Арсланова. В Нижнекамском районе всего две церкви, где богослужения идут на кряшинском языке. Это в деревнях Большие Аты и Балчаклы. Поэтому кряшины города Нижнекамска с большим нетерпением ждут начала строительства храма в 49-м микрорайоне. Отец Дмитрий говорит, что Нижнекамск построен на кряшинской земле. Поэтому в нашем городе много людей этой этноконфессиальной группы. Строительство храма станет большим событием для верующих. В этой церкви они смогут помолиться на родном языке. Пока здесь только пустырь, но кряшин радует то, что в генеральном плане города их молельный дом уже есть. Ведь этого храма они ждали более 13 лет. И возможность возвести его появилась только в этом году. Сейчас такая возможность благодаря мудрой политике республики, города. Такие возможности сейчас находятся. И вот после освоения участка мы планируем, что гектар земли будет передана в собственность. Может быть пока в аренду для кряшинского прихода. Сейчас в планах поставить хотя бы временное строение, чтобы уже в ближайшее время начались благослужения на кряшинском языке. Чтобы мы разными поколениями общались здесь. Чтобы мы от старших получали ту культуру, то поведение, тот быт, может быть даже в какой-то мере, который был присущен кряшинскому народу. Проект храма уже готов. Он будет двухэтажным. На первом планируется крестильный, а на втором большой молельный зал. Даже выбрали название «Кряшинский приход в честь Рождества Христова». Алсу Арсланова, Ренат Харасов, Новости НТР. Сегодня ночью мы отметим Старый Новый год. Это редкий исторический феномен. Дополнительный праздник, который получился в результате смены летаисчисления. Особой популярностью этот праздник не пользуется, и он не считается выходным. Но все же россияне поздравляют всех с этим событием и стараются хоть как-то его отметить. Так, к примеру, праздничная атмосфера царит в доме номер 20 по улице Юности. Третий этаж украшен гирляндами и различными новогодними атрибутами. Идея принадлежит самим жильцам. Сегодня они вынесли елку, чтобы отметить Старый Новый год. Как признаются жильцы, традиция существует уже не первый год. У нас довольно-таки тут площадка большая, можно собраться здесь. У нас с 10-й квартиры Аиды, организатор хороший, она все это организовала, конкурсы. Столы были, чаепитие, тут потом, естественно, все убрали, дискотека. Далее вас ждет спортивный обзор Кирилла Давкаевой, новости на татарском языке. Я напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 077 или пишите нам на наш сайт. Его адрес ntrtv.ru. До встречи. Сегодня в новостях спорта. Продолжили серию, заработали очки. Краткий обзор матча. Реактор с Арматой. В Нижнекамске прошел открытый турнир по волейболу. Кто стал победителем? Об этом не только. Сразу после рекламы. Закрывается магазин кожи и меха Арас. Распродажа. Все мужские дубленки по 19 500 рублей. Мутон и женские дубленки по 24 500 рублей. Вторая вещь в подарок Арас. Спешите в Алмаз Холдинг. Украшения по цене завода-изготовителя со скидкой до 50%. Уже ждут вас в магазинах сети Алмаз Холдинг. Салон кожи и меха Виере. Новая коллекция ждет вас. Ни к деньгам, ни к чинам. Нет у меня стремления. Хочу, чтоб чаще нам готовили. Пельмени. Пельменная. Строители 6А. Вход с торца. Пельмени. Отличник. Получи свои деньги обратно. Только в январе автоцентр Автоледи возвращает деньги за обучение всем, кто сдаст экзамен с первого раза. Итак, стань январским учеником, сдай экзамен. Отлично. И... Мы вернем тебе стоимость теоретических уроков. Подробности по телефону 8-917-879-3535. Автоцентр Автоледи. За грамотных водителей. Дорогие нижнекамцы, с Новым годом поздравляем. Вам построить дом желаем. Мы вам можем предложить материалы все купить. До весны у нас хранить и за это не платить. База строительных материалов БСМ Вист. Мы находимся на первопроходцев 14. Телефон 987-219-1556. Лечение простатита. Восстановление потенции. Решение проблем преждевременной эякуляции. Альфа-клиник. 48-90-19. Работаем с 4 января. Планируйте ремонт, строительство. Любой стиль, цвет, дизайн. Товары для дома и интерьера в магазинах «Стройландия». Селдом. Корпорация «Центр» и посуда «Центр». Широкий ассортимент мягкой и корпусной мебели от производителей. Якорь. Торговый центр для всей семьи. Ресторан «Варис». Прекрасное место, чтобы отметить торжество вашей мечты. Пышная свадьба, юбилей, Новый год, корпоратив. Ресторан «Варис». 39 50 50. Внимание, внимание. В такси «Камила» за 50 рублей в любую точку города. Скидка 30 рублей на все тарифы. Услышал сам. Расскажи друзьям. Подробности по телефону. 380 380. Отдел 111 в торговом центре «Березка» поздравляет любимых нижнекамцев со Старым Новым Годом. Бабушки и девушки, будьте весь год нежны, добры и здоровы. Будьте красивы всегда. Пой, пой, вместе со мной. Новые таланты открой. На работе пой на уроке. И станешь ты звездою караоке. Смотрите финал третьего сезона проекта «Звезда караоке» 15 января в 19.15 на канале НТР. Все знают, что звезда ты караоке. На телеканале НТР обзор спортивных новостей в студии Кирилл Давкаев. Здравствуйте. Через несколько минут «Хоккейный нефтехимик» начнет первую домашнюю серию в новом году. И в сегодняшнем матче соперниками подопечных Владимира Крикунова выступят игроки Череповецкой Северстали. В последних пяти играх «Химики» смогли одержать лишь две победы. У Северстали их на одну больше. Ранее, в рамках текущего чемпионата, обе команды успели скрестить клюшки. Тогда победа осталась за нашими хоккеистами со счетом 4-1. На данный момент нижнекамцы замыкают кубковые восьмерками. И в активе 69 очков. Северстали – усадер восточной конференции. Чем обернется сегодняшний матч для наших хоккеистов – победа или поражение – узнаем совсем скоро. Игра стартует в 7 вечера. Хоккеисты «Реактора» начали очередную домашнюю мини-серию из двух матчей. Соперниками подопечных Александра Соколова выступает команда «Сарматы». Старт матча для обеих кабан запомнился удалениями. Тем не менее, реализовать большинство ни тем, ни другим не удалось. На первый перерыв ушли при нолях. Под занавес шестой минуты второго игрового отрезка Рафаэль Бекмулин реализовал численное преимущество нижнекамцев и сделал счет 1-0. Спустя 5 минут Айнур Чабатов увеличил отрыв. 2-0 после второго периода. Заключительная 20-минутка и снова шестая минута принесла реакторщикам очередную шайбу. Игорь Угольников сделал 3-0. В концовке игры гости забили шайбу престижа. Но Рафаэль Бекмулин оформил дубль и установил окончательный счет встречи. 4-1 в пользу реактора. В продолжении темы молодежного хоккея. Ровно месяц остался до грандиозного события – матча за Кубок Вызова. Впервые в истории право за проведение матча звезд молодежной хоккейной лиги удостоился Нижнекамск. В сети опубликовали промо-ролик этого события. Две сборные. Седьмое противостояние в истории. Один кубок. Город Нижнекамск. Нефтехим-арена. 13 февраля в 17.30. Матч за Кубок Вызова МХЛ. Запад против Востока. Напомню, на сайте МХЛ продолжается выбор стартовых составов команд за Кубок Вызова. Завершится голосование уже послезавтра, 15 января. Тогда и станут известны окончательные результаты. Проголосовать можно один раз в сутки. Успейте поддержать нижнекамских хоккеистов. Перейдем на волейбольную площадку. В последний день новогодних праздников в Нижнекамске состоялся открытый турнир на Кубок Города среди мужских команд. За главный трофей боролись четыре коллектива. Чемпион и вице-чемпион прошлого сезона команды Танека и луч, а также специально приглашенные иногородние команды. И Лабужский из Суверен, и Спарта из Набежных Челнов. По итогам полуфинальных игр за третье место боролись Спарта и Суверен. Победителем стала Спарта. В решающей кубковой встрече для выявления победителя хватило четыре партии. В результате победу одержала Танека. Турнир носил благотворительный характер. В ходе игр в спортзале был установлен куб для сбора средств в помощь детям из Булкиша. И вернемся к хоккею. Сегодня свой 30-летний юбилей отмечает защитник нефтехимика Кирилл Лямин. Игрок обороны перешел в Нижнекамскую команду в начале этого сезона из омского «Авангарда», за который выступал на протяжении четырех сезонов подряд. В составе нефтехимика Лямин провел 45 игр, в которых записал на свой счет четыре забитые шайбы и шесть голевых передач. Третий номер команды набрал 10 очков при показателе полезности плюс 2. Коллектив спортивной редакции нашего телеканала присоединяется к поздравлениям и желает новых спортивных успехов. На сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире «НТР» прогноз погоды и программы «Нелла Клар». А я с вами попрощаюсь. До встречи в эфире. Погода в Нижнекамске на 14 января. Ночью минус 6 градусов, небольшой снег. Утром минус 4 градуса, пасмурно. Днем минус 4 градуса, пасмурно, небольшой снег. Вечером пасмурно, небольшой снег, минус 4 градуса. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Влажность воздуха 87%. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Ветер южный 3-5 метров в секунду.